Вот старинные зайцы, это немецкие зайцы. То есть они вот, если посмотреть, у них даже немножко мордочки, да, похоже у зайцев. Но наш как-то более такой дрожжелюбный, да, чем немецкие. Этим зайцам из коллекции Зои Ханиной почти сто лет. Коллекционировать фигурки ушастых жительница Самары начала, когда ей было 13. Старшая сестра работала в магазине игрушек и принесла домой двух резиновых зайчат. Зое они пришлись по душе, ведь ее саму во дворе часто называли зайкой. Девочка росла, а вместе с ней росла и коллекция. И сейчас в арсенале Зои около двух тысяч резиновых игрушек. Сначала на полочке была, потом я вышла замуж за коллекцию, переехала со мной в дом мужа. Потом постепенно возможности финансовые увеличивались, и количество покупаемых зайцев тоже увеличивалось. Сейчас коллекционер безошибочно может определить, когда и на какой фабрике была произведена та или иная игрушка. К примеру, до революции в Санкт-Петербурге работала резиновая мануфактура. Затем она была национализирована и получила название «Красный треугольник». А в 70-х годах обанкротилась. У Зои целая полка отведена для зайцев, изготовленных на этой мануфактуре. Если на них посмотреть, то у них такое клеймо в виде треугольника. Вот, видите? То есть это как раз говорит о том, что он сделан на фабрике, на мануфактуру «Красный треугольник». Игрушки, к сожалению, имеют свойство портиться. Вот этот зайц, который вы обратили внимание, видите, у него уже сохранность резины не очень такая хорошая. То есть игрушка постихонечку. Резина, к сожалению, не вечная. И вот пока есть возможность, будем наслаждаться. У меня есть уже насмотренность. То есть просто глядя на игрушку, я могу сказать, когда ее выпустили, в каком году или на каком-то предприятии. Потому что вот подружка мне присылала зайца. Посмотри, какого зайца нашла. Я говорю, это реплика. Он выпускался в Советском Союзе. Сейчас, видимо, фабрики, может быть, формы где-то нашлись. И они перевыпуск сделали. Долгое время коллекция зайцев пылилась в сундуках. Но год назад супруг помог Зое оборудовать домашней зайчарю. Так у Зои появился камерный музей для семьи и друзей. В стеллаже для игрушек монтировал сын Аверьян. Зайцев я не выставлял, не пересчитывал. Но подготовка помещения была на мне. Раньше это был офис. Тут стояли столы, компьютеры, старая проводка. А моими руками это помещение было очищено. Превращено в более, скажем так, подобающий вид. Жемчужина коллекции «Вот этот Заяц», Зоя рассказывает. Он ей нравится больше всех. Произведен он был во времена Советского Союза на Куйбышевской фабрике игрушек, которая сейчас уже не работает. Самый любимый, наверное, вот этот, самый дорогой такой крольчонок. Он прям величиной натурального зайчика. Я помню даже, где я его купил. Сама в ЦУМе Самара. Стоил он 13 рублей тогда. Он как-то очень похож на настоящего. Ну скажите же, милашка такой, да вот. Зоя приводит зайцев изо всех поездок. Покупает на сайтах. Их дарят друзья. Правда, удивить коллекционеры им уже непросто, даже если в ход идут шоколадные зайцы. Будем использовать его по максимуму в фотосессиях, чтобы он как можно дольше остался. Давай только сегодня. Хорошо. А то вдруг испортится. Домашний музей Зои отметил год. В этот день родные друзья собрались в зайчариуме не с пустыми руками. Каждый принес в подарок фигурку зайца. И отведал кусочек торта в виде любимого лакомства ушастых – морковки. Виктория Шарая, Петр Паломеев, события. Надо их на три части уже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова